Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем портале «Образование и саморазвитие». И сегодня вы узнаете, какие напитки можно пить диабетикам, ведь большой процент людей с неприятным заболеванием, сахарный диабет, полагают, что отныне им придется сидеть на строгой диете и воде. Однако такое мнение складывается в силу того, что люди просто не осведомлены, что им можно есть и пить. И так как мы уже в прошлой статье подробно рассмотрели, что можно кушать диабетикам из самых распространенных продуктов, то в сегодняшней теме вы узнаете, какие напитки полезны и важны для их общего улучшения самочувствия. Можно ли диабетикам кисель? Любимое всеми лакомство из детства – кисель. Поэтому часто возникает вопрос, а можно ли диабетикам вводить в свой рацион этот сладкий десерт? Врачи однозначно отвечают, что кисель можно, но готовить его надо, соблюдая все предписанные рекомендации. Для того, чтобы кисель не нанес организму вред, в нем необходимо максимально уменьшить количество углеводов. Другими словами, сахар следует заменить фруктозой, сорбитом или иным привычным сахарозаменителем. Полезный кисель для диабетиков. Рецепт. Для приготовления киселей обычно используют крахмал. Его также лучше заменить овсяной мукой, которая поможет улучшить пищеварение. Рецепт Приготовление полезного киселя при диабете остается практически такой же, как и при его обычной готовке. Они могут варить кисель из разных ягод и фруктов, за исключением изюма, который в своем составе содержит много глюкозы. Наряду с этим можно приготовить в комбинации с продуктами, которые понижают сахар в крови – это морковь, имбирь, черника, топинамбур. Таким образом, кисель диабетикам употреблять можно, но с вышеуказанными рекомендациями, чтобы не навредить своему здоровью. Можно ли диабетикам сок? Соки при диабете пить можно, но с некоторыми нюансами. Обязательно следует обращать внимание на содержание калорий в соке. Также очень важно, чтобы сок был свежевыжатым. Сок из помидор полезен диабетику из-за своих диетических свойств, так как обладает способностью улучшить общий метаболизм организма. Однако больным подагрой его следует пить в ограниченном количестве. Сок лимонный рекомендуется диабетикам, так как способствует укреплению стенок сосудов, в том числе и для выведения шлаков и токсинов. Разбавлять лимонный сок водой медиками почему-то не рекомендуется, но о пользе лимонного сока стоит прочитать отдельно. Очень полезным и необходимым для диабетиков считается черничный сок, так как он отлично понижает уровень сахара в крови. Из листьев черники можно делать отвар и пить его несколько раз в течение дня. Гранатовый сок полезен при осложнениях, связанных с диабетом. При этом его можно разбавлять с медом, но тем, у кого имеется гастрит, либо повышенная кислотность, его лучше не употреблять. Свекольный сок. Обладает множеством полезных свойств, необходимых диабетику. При этом его часто комбинируют с морковным или огуречным соком, так как он довольно концентрированный. Можно ли диабетикам чай? Для диабетиков чаи пить можно, но самый полезный чай – это чай из черники, то есть из листьев черники. Разрешается зеленый чай, который богат витаминами, необходимыми для здоровья организма. Полезен для диабета и чай из ромашки, который способен предупредить возможное осложнение на фоне сахарного диабета. Помимо этого, для диабетиков лучше пить травяные чаи, чем традиционные. Можно ли диабетикам мед? Мед почитали и уважали наши далекие предки, которым хорошо было известно о всех лечебных свойствах этого уникального дара природы. Он – обладатель огромного количества важных микроэлементов, таких как калий, йод, марганец, кальций, цинк, медь и т.д. Наряду с этим в продукте присутствует немало витаминов и питательных веществ. Для диабетиков мед полезен тем, что входящие в его состав глюкоза и сахароза могут усваиваться организмом без участия инсулина. Однако он содержит большое количество калорий, чем сахар, поэтому часто сомневаются, не опасно ли употреблять сладкий продукт. Известно, что мед – это натуральная фруктоза. При этом продукт можно отнести к интеллектуальному виду пищи. В нем присутствует большой процент углеводов, которые, попав в организм, преобразуются в гликоген печени. А значит, мед разрешен так, как он не повышает сильно уровень глюкозы в крови. Кстати, употребление меда в сотах абсолютно не повышает уровень сахара в крови. А все потому, что воск, на основе которого пчелы конструируют соты, не дает фруктозе и глюкозе всасываться в кровь. Мед в сотах при диабете. Врачи рекомендуют диабетикам употреблять мед, однако с некоторыми ограничениями. Большую роль играет степень заболевания. Если болезнь имеет осложнение, то он категорически запрещен. Диабетикам с незапущенной формой болезни можно употреблять не более двух столовых ложек в день. Мед обязательно должен быть натуральным. Безопаснее употреблять мед в сотах. Мед желательно употреблять с утра перед физическими упражнениями. Это даст силы и энергию на целый день. Больным разрешается комбинировать мед с молоком либо кисломолочной продукцией, тем самым усиливая полезные свойства. Предпочтительнее для диабетиков приобретать элитный весенний акациевый. При этом все же не стоит забывать о предварительной консультации с врачом. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Можно ли диабетикам молоко? Единственное существо на земле, которое может употреблять молоко на протяжении всей своей жизни – это человек. Молоко и кисломолочная продукция должны быть на столе не только у больного человека, но и у здорового. В молоке присутствуют лактоза, молочный сахар и казеин – главный белок молока, который очень важен для деятельности сердца, печени и почек. Витамин А и витамины группы В. Кальций, фосфор, натрий, железо, магний, калий, серебро, бром, цинк, медь, фтор, сера, марганец. Таким образом, наличие всех вышеуказанных компонентов жизненно необходимы диабетикам. Поэтому молоко употреблять можно, ведь в молоке много кальция, а он, как известно, необходим для укрепления костей. Однако стоит напомнить, что кисломолочная продукция для диабетиков должна быть обезжиренной. К примеру, парное молоко при диабете не рекомендуют, так как в нем присутствуют углеводы, которые приведут к резкому повышению сахара в крови. Чтобы понять, сколько точно можно молока, необходимо обратиться к врачу за консультацией, так как одним разрешается молоко, другим категорически воспрещается. Можно ли диабетикам шоколад? Само заболевание подразумевает отказ от всего сладкого, но человеческий организм устроен таким образом, что любой запрет того или иного продукта приводит к стрессу и порою к нервному срыву. Чтобы понять, можно ли шоколад диабетикам, рассмотрим его состав. Это масло какао и какао-порошок, которые комбинируются с сахаром и дополнительными вкусовыми добавками. Из всех видов шоколада наиболее полезным для диабетиков считается черный горький шоколад, о пользе которого мы также писали, так как у него 60% какао-продуктов, тем более, что при изготовлении этого шоколада применяют сахарозаменители. Отсюда следует, что идеальным будет употребление диабетиками именно черного шоколада, но в умеренном количестве, чтобы поджелудочная железа не испытывала нагрузку и вырабатывала хоть небольшой процент инсулина. Готовить квас наши предки научились еще несколько веков назад, так как этот напиток не только утолял жажду, но и обладал целебными свойствами. Официальная медицина доказала, что квас обладает органическими кислотами, легко расщепляемыми углеводами, минеральными веществами и ферментами. Все эти элементы оказывают положительное влияние на поджелудочную железу, которая принимает участие в пищеварительном процессе. Наука доказала, что квас можно пить диабетиком, а заодно и огромную пользу дрожжей, присутствующих в составе кваса. Организм больного легче усваивает аминокислоты, белки и витамины, которые содержатся в квасных дрожжах, чем белки животного происхождения. Однако наибольшую пользу для диабетиков принесет свекольно-черничный или овсяный квас. При этом сахар в напитке следует заменить медом. Свекольно-черничный квас способен понизить уровень глюкозы до нормы, поэтому его можно употреблять каждый день. Пить такой квас необходимо по полстакана перед трапезой в охлажденном виде. Ободрящим напитке ежедневно ведутся споры, а особенно о пользе и вреде кофе. Также ученые спорят, можно ли диабетиком пить кофе, не вызовет ли это негативных последствий. Проведя множество исследований, ученые сделали вывод, что кофе довольно полезен при диабете, так как обладает омолаживающим эффектом, так как в нем много антиоксидантов, которые также борются со злокачественными клетками. Польза кофе при диабете заключается в его взаимодействии с инсулином, поэтому пить ароматный напиток можно, но только кофе должен быть натуральным и хорошего качества. Последние научные данные свидетельствуют о том, что кофе предупреждает возникновение воспалительных процессов в организме, а именно к ним больше всего склонны диабетики. Натуральный кофе является низкокалорийным напитком, который прекрасно расщепляет жиры и делает организм физически более выносливым. Сахарный диабет второго типа возникает чаще всего на фоне лишнего веса, поэтому кофе будет просто незаменим для избавления от лишних килограммов. Но все же злоупотреблять кофе не стоит. Достаточно одной-двух чашек некрепкого натурального кофе и заряд бодрости на день обеспечен. Также на нашем портале читайте о том, как правильно варить самый полезный и натуральный кофе в турке. Мы, конечно, рассмотрели не весь перечень разрешенных напитков, но постарались донести вам, что в принципе можно практически любой напиток. Самое главное – это ориентироваться на калорийность напитка и на наличие в нем количества углеводов. Естественно, в приготовлении любого напитка для диабетиков следует использовать средства, заменяющие сахар и по возможности сочетать напиток с полезными натуральными продуктами, понижающими сахар в крови. Ну а в следующей части данной статьи вы узнаете самую интригующую информацию о том, можно ли при сахарном диабете пить алкоголь и какие вообще разрешены алкогольные напитки. Но еще лучше почитайте о спорте для диабетиков и как он помогает вылечиться от этого неприятного заболевания. А также о фруктах для диабетиков, что можно есть диабетикам и блюдах, рекомендованных при этом заболевании. И о том, надо ли покупать личный глюкометр. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого лучшего, любви, удачи и здоровья. Всего вам доброго, до свидания. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok